Так чье же мясо мы все-таки нашли? В одном из дачных сообществ волонтеры обнаружили пропажу собаки, а затем и подозрительное мясо в холодильнике сторожей. Репортаж об этом в программе «Большой город Лайф» выходил ровно неделю назад. По словам садоводов, прежде они не раз натыкались на кости собак. Полицейские изъяли останки и обещали отдать их на экспертизу, но оказалось, они не знают, что с ними делать. На помощь полиции отправилась Наталья Приходько. На этом видео сотрудник 8-го отдела полиции выносит из машины дознавателя черный сверток. Похожий пакет неделю назад они изъяли у дачных охранников. Судя по всему, пакет находился в машине все это время, и теперь его отдали волонтерам. Я его положила в несколько пакетов, потому что мясо уже стало загнаиваться от разморозки. Когда я его везла в такси, ужасный был запах, я вообще не представляла, как я его буду держать у себя дома. У меня до сих пор семья не знает, что они у меня, эти ребра. Мне, честно, вот как-то... И говорите им, пожалуйста, мясо опечатано? Это фрагменты костей и мяса, изъятых в ходе ОМП. Мы не можем открыть, потому что он опечатан. Вот они, ребра. Вот я их могу вот здесь нащупать. То мясо, которое мы видели. В своем сюжете мы рассказывали о том, что в дачном товариществе «Астон» в районе улицы Полярные волонтеры не досчитались одного из щенков. По их словам, он жил рядом с охранниками. Один из сотрудников признался, что ему предлагали собачатину. Позже пакет с непонятным мясом был найден у них в холодильнике. До приезда полицейских старший охранник спрятал его в диван. Пакет изъяли, и, как нам объяснили правоохранители, мясо отправится на экспертизу. А по факту оно отправилось в чужой холодильник. Не могли бы вы у себя улику подержать? Мне позвонил участковый 8-го отдела, который ведет это дело. И они не знают, где его хранить. И по итогу мы даже не знаем, где делать экспертизу. Это вам в полиции так сказали? Да, сказали в полиции. Кого-то убивают. А с людьми что вы делаете? Вы кому, потерпевшему родителям, в смысле, отдадите? Или там жене, или детям? Подержите у себя в холодильнике, да? Ну, вообще, очень даже жутко. Полиция у нас не знает, где проводить экспертизу. Ну, видимо, да. Как нам рассказали в Краевом управлении ветеринарии, хабаровские специалисты при санитарной экспертизе могут определить видовую принадлежность крупного рогатого скота. Что касается уже на молекулярном и генном уровне, то с этим у нас сложности. Поэтому мы думаем позвонить в Россельхознадзор. Может быть, там нам подскажут. Если это не крупный рогатый скот, а собака. Все определяется экспертом по волокну. А в Хабаровске у нас как с этим? Очень дорогое и сложное оборудование. Приморская лаборатория. Приморская межобластная ветеринарная лаборатория. Но это, конечно, не соседняя улица. Но ради этой собаки я поеду. Руководство охранников связалось с нами по телефону. Комментировать ситуацию готово после проведения экспертизы. На вопрос, что за мясо, нам ответили, купили на рынке. По данному факту сейчас у нас проверка будет продолжаться. В рамках этой проверки будет назначаться экспертиза для определения видовой принадлежности. Кроме того, сотрудниками полиции будет опрашиваться председатель садоводческого товарищества. И также устанавливать возможных очевидцев происшествия для установления объективной картины. Есть мясо собак закон не запрещает. А вот 245-я статья Уголовного кодекса запрещает жестокое обращение с животными. По полученной волонтерами информации, пропавшую собаку жестоко убили. Но для возбуждения уголовного дела необходим свидетель. А главный очевидец этой истории куда-то пропал. Наталья Приходько, Павел Легалин. Большой город Лайф.